Иван Бунин. Лапти. Пятый день несло непроглядной вьюгой. В белом от снега и холодном хуторском доме стоял бледный сумрак и было большое горе. Был тяжело болен ребенок. И в жару, в бреду он часто плакал и все просил дать ему какие-то красные лапти. И мать, не отходившая от постели, где он лежал, тоже плакала горькими слезами от страха и от своей беспомощности. — Что сделать? Чем помочь? Муж в отъезде, лошади плохие, а до больницы, до доктора тридцать верст, да и не поедет никакой доктор в такую страсть. Стукнула в прихожей. Нефет принес соломы на топку, свалил ее на пол, отдуваясь, утираясь, дыша холодом и вьюжной свежестью, приотворил дверь, заглянул. — Ну, что, барыня, как? Не полегчало? — Куда там не Федушка? Верно и не выживет. Все какие-то красные лапти просит. — Лапти? Что за лапти такие? — А Господь его знает, бредит, весь огнем горит. — Матнул шапкой, задумался. Шапка, борода, старый полушубок, разбитые валенки, все в снегу, все обмерзло. И вдруг твердо. — Значит, надо добывать. Значит, душа желает, надо добывать. — Как добывать? — Новоселки идти в лавку, покрасить фуксином — не хитрое дело. — Бог с тобой, да новоселок шесть верст, где же в такой ужас дойти? — Еще подумал. — Нет, пойду. — Ничего, пойду. Доехать не доедешь, а пешком может ничего. Она будет мне взад, пыль-то. И, притворив дверь, ушел. А на кухне, ни слова не говоря, натянул зипун поверх полушубка, туго подпоясался старой подпояской, взял в руки гнут и вышел вон, пошел, утопая по сугробам через двор, выбрался за ворота и потонул в белом, куда-то бешено несущемся степном море. Пообедали. Стало смеркаться. Смеркалось. Нефеда не было. Решили, что значит ночевать остался, если Бог донес. Обыденько и в такую погоду не вернешься. Надо ждать завтра, не раньше обеда. Но от того, что его все-таки не было, ночь была еще страшнее. Весь дом гудел, ужасала одна мысль, что теперь там, в поле, в бездне снежного урагана и мрака. Сальная свеча пылала дрожащим хмурым пламенем. Мать поставила ее на пол за отвал кровати. Ребенок лежал в тени, но стена казалась ему огненной и вся бежала причудливыми, несказанно великолепными и грозными видениями. А порой он как будто приходил в себя и тотчас же начинал горько и жалобно плакать, умоляя, и как будто вполне разумно отдать ему красные лапти. «Мамочка, дай, мамочка, дорогая, ну что тебе стоит?» И мат кидалась на колени и била себя в грудь. «Господи, помоги, Господи, защити!» А когда, наконец, расцвело, послышалось под окнами сквозь гул и грохот вьюги уже совсем яственно, совсем не так, как всю ночь мерещилось, что кто-то подъехал, что раздаются чьи-то глухие голоса, а затем торопливый зловещий стук в окно. Это были новосельские мужики, привезшие мертвое тело. Белого, мерзлого, всего забитого снегом, навзничь, лежавшего в розвольнах нефеда. Мужики ехали из города, сами всю ночь плутали, а на рассвете свалились в какие-то луга, потонули вместе с лошадью страшный снег и за всем было отчаялись, решили пропадать, как вдруг увидели торчащие из снега чьи-то ноги в валенках. Кинулись разгребать снег, подняли тело, оказывается, знакомый человек. Тем только и спаслись, поняли, что значит эти луга хуторские, протасовские, и что на горе в двух шагах жилье. За пазухой Нефеда лежали новенькие ребячьи лапти и пузырек с фуксином. Субтитры создавал DimaTorzok